Сельское хозяйство под пристальным вниманием, особенно в Сибири, где климат испытывает фермеров на прочность. В 2020-м посевы степных зон Алтайского края высыхали от жары. В последние два лета дожди стали редким явлением. В таких условиях сельхозпроизводители ищут способы спасения урожая. Новые подходы обсуждали в Алтайском аграрном университете в рамках Всероссийской научной конференции. Так москвичи советуют вводить в линейку удобрений кремний. Особенно, когда речь идет о выращивании пшеницы. По словам специалистов, это может спасти культуру от обезвоживания. Когда растения имеют достаточное количество кремния, то тогда вначале оно может запасаться водой внутри клеток растений. И когда идет засуха, то растение начинает использовать внутренние резервы. То есть, ну, как верблюд с водой. Обсуждали не только агрономический подход, но и технологический. В сельском хозяйстве все чаще прибегает к использованию беспилотников. Если говорить про аэрофоросъемку полей, в среднем в день мы снимаем 10 тысяч гектаров. Представьте, что у вас хозяйство 10 тысяч гектаров. Агроном физически никогда все поля обойти не сможет. То есть, это можно все лето просто ходить по полям и что-то наблюдать. Мы, по сути, за день проведем аэрофоросъемку, за второй день проведем сшивку. И если говорить про, допустим, какие-то визуальные данные, ну, допустим, наличие заболеваний, какой-то ущерб посевам, к примеру, от урагана. Если мы говорим про сорняки, про схожесть, то буквально через 2-3 дня агроном получает полностью комплексную картину всего своего хозяйства. Еще одна секция поднимала лесные темы. Ученые говорили, как ускорить селекцию, как снизить вероятность пожаров и как сохранить насаждения после ураганов, который прошелся по Сибири 19 ноября. Скорость ветра достигала 35 метров в секунду и не все деревья выстояли. Эта буря стала одной из сильнейших в регионе почти за полвека. В лесах края тоже фиксируют поваленные деревья. Чтобы они выдерживали следующую бурю, эксперты советуют специалистам следить за возрастом насаждений. Возрастная структура всегда поддерживалась равномерно. Каждый класс возраста он на определенную должен занимать. А сейчас произошел сдвиг. У нас везде накопились перестойные леса. И, конечно, они будут вываливаться при таких ветрах. Вот это надо в первую очередь исправить. Это один из методов. По мнению участников, такие встречи помогут обеспечить продовольственную безопасность. Так как обменивались опытом на конференции больше сотни ученых из 10 регионов страны. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком. День с толком. Продолжение следует...